Добрый вечер, меня зовут Михаил Мусаковский, вместе с вами я буду наблюдать за событиями этой встречи. Стрелять в этом сезоне все решается гораздо раньше, чем могло бы то, чем могло бы то. Роха на левом фланге, 16 номер, на противоположном фланге Диого Далот, номер 20. 6, Павло Сабаретто, номер 5, Фабиан Бальбуэно, номер 4, Анжела Акбуна, номер 3, Гора Желтых. Здесь сложная система, поговорим об этом, наверное, во время матча в Англии. Ставтовый свисток, его дает Грэм Скотт, главный арбитр этой встречи, Юнайтед против Юнайтед. По-настоящему атакуют ворота Вестхэма, это Далот, и угловой удар. Небольшая пауза нужна Лукаса Фабиански, неудачно, видимо, наступил на ногу, оступился. Просто оступился галкипер Вестхэма, пытаясь спасти мяч, который уходил на угловой. И вот он момент. Здесь, тем не менее, продолжается и владение, и атака Вестхэма. Скидка, и вот он момент, удар, есть офсайт. Не виден был сначала на картинке Нил Дэвис, второй ассистент Грэма Скотта, но я думаю, что было понятно по динамике, что, скорее всего, успевал выйти Фил Джонсон. Роха здорово сыграл, вернул мяч Ман-Юнайтед. И снова неудачная передача на мату. Но не было ли фола? Был. Так считает Грэм Скоттс. Мы будем смотреть повтор. Ну, как дважды на мату так неудачно покатил мяч Антони Марсиали. Сейчас, по факту, получилось неплохо, да? Штрафной опаснейший назначен. Но, тем не менее, из выгодной позиции так небрежно давать пас партнеру. Но, пожалуй, было нарушение правил. Удар поворотом 1-0. Очень спокойно, пока не напрягаясь, Манчестер Юнайтед выходит вперед. То, что и нужно Олегу Нарусульшеру. Сонграсс еще очень долго будет. Не согласен. Пелегрини так же. Ну, а мы смотрим повтор удара. Это хочется увидеть повтор нарушения, честно говоря, еще разок. Здорово. Сабалета. И нарушение правил. И опасный штрафной. Трудно сказать, насколько значительным здесь было касание головы поля Погба. Ну, головы Роберта Снотгресса полем Погба. Грамм-Скотт назначил штрафной. Стало быть, усмотрел. Удар Лансини. И угловой. И снова на угол показывает Грамм-Скотт. И снова будет Роберт Снотгресс подавать. Все было довольно опасно. Агентинец Джонса цепляет за футболку. Поэтому, я думаю, что здесь никаких вопросов к работе Грэму Скотта нет. Если уж усмотреть нарушение правил, то со стороны обоих футболистов. Долот. Удар поворота на трибунах. Здесь очень здорово. Ромео Лукако включился. Передачу выдал на Долот. Ну, а дальше что было бы нет. Артур играет вперед. Это Нобл. Ой-ой-ой. Вот здесь уж точно досталось 16-му номеру Вескома. И досталось прилично. Желтая карточка. Ее получает Хуан Мата. Еще раз посмотрим. Нобл сыграл очень хитро. Под себя сделал передачу. А дальше Мата снес 16-му номера Вескома. Мата. Ух ты. Фабиенский должен был, конечно, забирать мяч. Но робко довольно действовал сейчас с иголкиперу Вескома. И позволил сыграть Марсиалю. Еще раз. Может быть и солнце опять же мешает. Право. Это Долот. Здорово. Вот это может быть момент. Ну а причина гнева Джесси Лингарда вот она. Прямо сейчас. Ну здесь пошел разговор. Ты кто такой? А ты сам кто такой? И Ромелу Лукаку на правах старшего и гораздо более внушительного Сити проводят в воскресенье. Вот момент. Лукаку. Удар поворотом. Рикошеты угловой. И Смоллинг очень близко было. Ну и, конечно, игроков Вескома должно насторожить, насколько легко сейчас откололся Смоллинг от Акбоны и нанес этот удар. Здорово. Это Филипп Андерсон. Он уже в штрафной площади. Прострел. Ногой выбивает. Грэм Скотт, что это была передача, но и было видно, что, конечно же, пас не планировался. Мы сейчас еще раз посмотрим этот эпизод. Нет, мы смотрим, как Филипп Андерсон ворвался в штрафную площадь. И Давид Дехея, выставляя ногу, выбивал мяч не просто за пределы штрафной, а за пределы поля. А дальше был Роберт Снотграсс, который уже готовился вносить мяч в сет. Здорово, как действует Пагбар. Всядь контракт на повышенных условиях. Посмотрим, подействует ли АПК. Подача в штрафную. Удар поворотом и гол. Смотрит Филипп Андерсон сразу же на ассистента Грэма Скотта. Не поднят ли флажок? Нет, теперь все нормально. 1-1. И вот на этом лице, кажется, все написано. Агвона пытается докричаться до кого-то на листовом секторе. Ну, а Поль Пагба пытается понять, как же это произошло. Как оставили на дальней штанге совсем одного, никем не прикрытого Филипп Андерсон. Еще раз смотрим. Не лучший вброс мяча от Давид Дехея. Поль Пагба к этому оказался не готов. Дальше атака продолжается. Андерсон. Не доходит мяч для Лукако. И тем не менее продолжается атака. Рашфорд был очень близок к тому, чтобы забить второй гол Юнайтед в этой встрече. По-прежнему отрешенно наблюдает Улигунер Сульшер за событиями на поле. Три очка. Только три очка нужны сейчас Манчестер Юнайтед. Напряженнейшая ситуация в турнирной таблице. Центрополя. Как мы любим. Марсьяль входит в штрафную. Точка. Там тоже показались несколько странными действия Антони Марсьяль. Но давайте смотреть. Паузу. И побежал. Без вопросов. 2-1. 2-1. Мне кажется, единственный человек, у которого сейчас не поменялось выражение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА